Здравствуйте, коллеги! Спасибо, что пришли. Я по образованию биоинформатик, но сегодня я затронул совершенно новую область науки, которая называется психогеометрия. И начну я с определения. Мы не способны к телепатии, но у нас есть способность думать, о чем думают другие люди. По социальному контексту можем догадаться, по поведению, по эмоциям, мимике и так далее. И вот эту способность думать, о чем думают другие люди, психологи называют теорией разума. И она очень важна для наших социальных взаимодействий. Она появляется у детей еще в очень раннем возрасте. И для того, чтобы показать эту способность, применяя такой очень простой тест, можно взять двух кукол. Одну зовут Салли, другую Анна. Салли прячет мячик в корзинку, а потом уходит. Потом Анна перепрятывает мячик из корзинки в коробочку. Ну и дальше Салли возвращается, а ребенка спрашивает, где Салли будет искать мячик. Ну и ребенок знает, что мячик находится в коробке, но знает ли он, что Салли этого не знает. Соответственно, в возрасте 5-6 лет большинство детей уже правильно отвечает на вопрос, что Салли будет искать мячик в корзинке, потому что она ошибается. Есть более простые невербальные тесты на теорию разума, с которыми дети могут справляться в еще более раннем возрасте, начиная с 18 месяцев. Но есть тесты и для взрослых. Ну, например, один из классических — это опознать эмоции человека по кусочку фотографии его лица. Вот этот человек непонятно, либо он улыбается, либо радуется. Ну, это каверзная фотография, как вы могли догадаться. Ну, на самом деле, в реальных тестах используются примерно вот такие вот лица черно-белые. И это нам понадобится чуть позже. Важное такое замечание, что когда говорят про людей с синдромом аутистического спектра, людей с синдромом Аспергера, аутизмом, у них есть проблемы с распознаванием эмоций людей по вот таким фотографиям, ну и вообще с пониманием того, о чем могут думать другие люди. Интересно, что кроме того, что мы умеем распознавать разум у людей, мы можем догадываться, о чем думают геометрические фигуры. Я поясню, о чем идет речь. Есть классический эксперимент психологов Хайдера и Зиммель, которые в 1904 году опубликовали статью, где они показывали людям вот такой вот мультфильм. Сейчас он будет проигрываться. Видите, здесь есть геометрические фигуры. Они двигаются. И люди описывают то, что они видели в этом фильме и используют, как правило, не просто такой речь обычную, что вот треугольник, там двигался кружочек, двигался таким-то образом. Они приписывают какие-то эмоциональные, психологические состояния, черты личности этим геометрическим фигурам. Например, большой треугольник, он злой, он глупый, он плохой. Маленький треугольник, он храбрый, смелый, он в какой-то момент дает отпор этому большому, плохому забияке, а маленький кружочек, он стеснительный, он скромный, он, вот видите, прячется, потому что он трусливый. Ну, и так далее. И возникает вопрос. Понятно, для чего людям знать, о чем думают другие люди. Но зачем людям знать, о чем думают геометрические фигуры? Ответ, потому что наши предки эволюционировали во времена, когда рядом с нами жили разумные геометрические фигуры. Какими были эти геометрические фигуры? На самом деле, ответ на этот вопрос тоже дает нам психология. Есть такой эффект, называется эффект волчьей стаи. И экспериментально он показан следующим образом. Вот видите, есть четыре квадрата, два красных и два синих. Внутри этих квадратов треугольники двигаются случайным образом. Но в двух из них треугольники смотрят на курсор, которым управляет человек. А испытуемые не знают, что экспериментаторы тестируют, а тестируют они, где люди предпочитают уворачиваться от этих двигающихся треугольников. И оказывается, что люди боятся тех треугольников, которые смотрят на их курсор, которым они управляют, и больше времени проводят в синих квадратах, где треугольники смотрят в сторону, а не на них. Вот этот страх перед этими смотрящими на нас треугольниками может свидетельствовать о том, что эти треугольные разумные формы жизни были достаточно могущественными, что людям приходилось с ними считаться и даже, может быть, их бояться. И этот страх вошел в нашу культуру, и мы неспроста боимся бермудского треугольника, людей с пирамидами на головах из Silent Hill, и даже знак «Уступи дорогу» является перевернутым треугольником. Как давно мы общались с этими геометрическими формами? Вообще, в эволюционной биологии мы часто отвечаем на этот вопрос, сравнивая людей с другими приматами. У макак теорию разума экспериментально пока что подтвердить не удалось. У шимпанзе и у орангутанов способность думать, о чем думают другие приматы, по-видимому, неплохо показана. Интересно, что у шимпанзе даже показана способность к абстрактному мышлению. Они могут мыслить такой концепцией, как треугольник. Из этого следует, что вообще-то были миллионы лет на эту эволюцию, на эту способность распознавать геометрические формы, и дальше на то, чтобы распознать, о чем они, собственно, думают. Но если мы посмотрим на те геометрические формы жизни, которые существуют сейчас, то мы обнаружим, что они все очень малы. Вот есть квадратные археи, есть крупные мини-вирусы. Они крупные по размерам вирусов, они заражают амеб. Но они неразличимы для человеческого глаза. Разумные молекулы тоже неразличимы человеческому глазу, а эти вирусы и бактерии, в общем-то, и неразумные. И поэтому возникает следующая дилемма. Мы даже очень маленькие геометрические формы жизни смогли найти, но мы не смогли найти крупных геометрических форм жизни, чей разум нам имел бы смысл интерпретировать. Из этого возникает вывод, что, скорее всего, их больше стами нет. Иначе мы их нашли. Но куда они могли деться? На этот вопрос, мне кажется, ответ заключается в некоторых культурных традициях аборигенов с островов Фиджи. Когда-то на островах Фиджи были американские военные базы, туда прилетали самолеты и приносили всякие вкусняшки. А потом мы самолеты перестали прилетать. И местные аборигены делают всякие вещи, которые делали белые люди. Они маршируют с бамбуковыми палками. А еще они делают реплики этих самолетов, которые когда-то они видели. И вот это явление называется культом Карго. Я считаю, что египетские пирамиды — это культ Карго по тем огромным космическим кораблям, на которых геометрические формы жизни покинули нашу планету. И поэтому их с нами больше нет. О том, что они покидали планету сразу в множественных местах, свидетельствует то, что этот культ Карго присутствует в самых разных регионах нашего мира — и в Мексике, и в Египте, и в Индонезии. И даже в нашей культуре эта память об инопланетных кораблях сохранилась. Мы, например, встречаем ее в идее художественного фильма «Обливиан». Ну и, на самом деле, по-видимому, эти геометрические формы жизни были такими устрашающими, такими разумными, что люди легко путали их с богами. Недаром бога-отца, например, изображают с треугольником за спиной, а троица — это вообще треугольник. И даже если мы обратимся к более древним религиям, например, к иудаизму, то их символ — это просто два треугольника — один перевернутый по отношению к другому, и подкреплению религиозной связи между треугольными формами жизни. Есть еще одно исследование, показывающее, что религиозные люди более склонны приписывать интенсии и разум случайно движущимся геометрическим фигурам, которые похожи на то, что было в мультиках «Хайдера» и «Зимель». Ну и у всякой научной теории должна быть хорошая практическая ценность. Вы помните этот график, его показывал еще Алексей Водовозов, о том, что рост аутизма объясняют органическими продуктами питания. Но я вам скажу секрет — корреляция не доказывает причинно-следственную связь. Это проходит на урок методологии науки, и мы можем сказать, что на самом деле здесь ничего не доказано. Но вот моя теория прекрасно объясняет, почему растет количество аутизма. Потому что как только геометрические формы жизни разумные покинули нашу планету, нам отпала необходимость иметь столь мощный аппарат в мозгу, теорию разума, потому что, ну, надо сказать, что, видимо, разум людей не столь интересен и не столь сложно устроен, как разум этих сложных геометрических фигур. И поэтому эволюция просто стала слабее отбирать этот признак, и у нас наблюдается рост аутизма. И действительно, если мы посмотрим, опять же, на экспериментальные работы, связанные с этими геометрическими фигурами, с психологией, то мы выясним, что аутисты менее склонны приписывать разум движущимся геометрическим фигурам по сравнению с обычными людьми. И в каком-то смысле в этом правы. Ну, что еще может нам сказать эта теория? Например, она может объяснить определенные формы кругов на полях. Возможно, эти геометрические формы жизни теперь скрываются, иногда все-таки нас навещают и оставляют определенные следы. Но самое главное, что мы можем привести в качестве такого финального аргумента, в эволюционной биологии мы часто обращаемся к эволюционной летописи. Мы можем посмотреть на археологические, на палеонтологические данные и увидеть там ископаемые формы, даже переходные формы жизни. Я подозреваю, что вот эти изображения – это переходные формы, ископаемые от тех далеких маленьких геометрических форм жизни, которые потом выросли, стали крупными и стали восприниматься людьми как инопланетяне-боги, которые в итоге покинули нашу планету. В общем, я надеюсь, что когда-нибудь человечество все-таки достигнет способности путешествовать на другие планеты, а, может быть, и в другие солнечные системы, и тогда когда-нибудь мы снова сможем соприкоснуться с этими замечательными треугольными формами жизни и быть с ними вместе. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы было интереснее задавать вопросы, за самый лучший вопрос я кому-нибудь подарю книгу про генную инженерию, и, может быть, вы с помощью этой книги когда-нибудь придумаете, как из людей сделать разумные треугольники. Спасибо. Давайте сначала вопросы, потому что рановато все пошли. У нас сейчас пять минут все-таки на это найдется. Так, волонтеры? Есть ли волонтеры? Вот тут много рук, я вижу. Я сейчас, да? Здравствуйте. Я являюсь служителем культа треугольника. Я программист компьютерной графики. Соответственно, в компьютерной графике все состоит из треугольников. Такой вопрос. Не являются ли компьютерные игры разновидностью, в общем-то, нашей памяти о тех геометрических фигурах, с которыми мы взаимодействовали в далеком прошлом? Вы затронули очень важную тему, потому что я не упомянул гипотезу конкурирующую. Другая школа психогеометрии предполагает, что эти треугольные геометрические формы жизни, они не покинули планету, а они, вот как сейчас гуманисты предполагают, что мы сможем загрузить наше сознание в компьютер, они нашли способ, как загрузиться внутрь компьютерных программ как раз в виде полигонов и различных компьютерных персонажей из треугольников. Мой вопрос заключается в том, в геометрии очень много фигур различных. Почему именно треугольники? Ну, во-первых, я исхожу из формы пирамиды, во-вторых, я исхожу из троицы, то есть из вот всех вот этих вот маленьких факторов, ну и наконец я вам показал уже просто эти переходные формы. Я думаю, что это является самым убедительным документом, что речь идет именно о треугольниках, и мультфильм Gravity Falls, я думаю, тоже очень хорошо эту идею показал независимо. Вопросы? Такой вопрос еще. Когда мы получаем подарки с неба в виде железных метеоритов, зачастую кристалляционный рисунок там именно из треугольников. При этом, если мы железо будем в любых условиях охлаждать из расплава на земле, мы этого рисунка не получим. Может быть это связано в том числе с мне либо катастрофой тех, кто от нас улетел, либо с их отходами жизнедеятельности? Это хороший вопрос. Являются ли отходы жизнедеятельности треугольных форм жизни треугольными? В принципе, у меня нет данных, которые подкрепляют или подтверждают эту теорию. В принципе, конечно, можно же предположить, что и вот эти ископаемые, которые я показываю, на самом деле не ископаемые сами треугольные формы жизни, а продукты их жизнедеятельности. Но тогда это немножко, может быть, вообще обижает тех, кто верит в треугольные формы жизни и их святость. Такое предположение. У меня вопрос. Ты будешь защищать свою диссертацию по треугольной теологии? Да. Знаете, я об этом думал, и особенно теперь, когда теология признана наукой и высшей аттестационной комиссии, я считаю, что самое временное перенаписать диссертацию по теме инопланетная гипотеза происхождения Троицы или треугольная гипотеза происхождения Троицы. В общем, что-то в этом роде. Я думаю, что нужно просто написать пару публикаций в каких-нибудь журналах и можно защищаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно еще пару вопросов? Да, давайте. Саша, у меня еще вопрос. В общем, одна из частных реконструкций, частных реконструкций, которые возникают на кристаллах, это именно пирамидальный вид такой треугольный. То есть, как ты думаешь, возможно, не стали ли эти треугольники некими такими эволюционными наследниками кристаллов? Кристаллы разумные, они потом начали эволюционировать, превратились в такие треугольники. Да, я думаю, что именно это и происходило. Эти переходные формы показывают, что эти переходные формы как раз в камнях. То есть, может быть, на самом деле это не совсем ископаемо. Они как бы и были, просто они застыли в камне. Когда-то были маленькие кристаллы, потом появились эти переходные формы, потом они достигли даже пирамиды. Может быть, они и были пирамидами. Может быть, это высшая ступень эволюции. А потом эти пирамиды научились летать и улетели. Это, конечно, у меня нет достаточно доказательств для того, чтобы это утверждать. Но я думаю, это интересная гипотеза. Мне кажется, это отличная демонстрация взаимодействия двух наук физики и биологии. Конечно, сейчас междисциплинарные исследования. Сразу две науки пришли к одинаковым практическим выводам. Следующий вопрос. Спасибо за лекцию. Вы не могли бы вернуть вашу презентацию на слайд про аутизм, про графики? Про графики, конечно. А скажите, аутизм отвечен треугольниками, это неспроста? Простите, еще раз. А, отмечен треугольниками. Слушайте, я только что это заметил. Я понял. Стоит подумать, надеюсь. Стоит подумать, да. Я еще не знаю, какой символизм в этом находится. Я думаю, здесь нужно подключить представители... Вот у нас есть взаимодействие с физиками. Я думаю, это вопрос представителей гуманитарных наук. Про символизм треугольника в этих графиках. Потому что ясно, что это культурное порождение. Здравствуйте. Я впереди. Хотелось бы узнать про треугольники из неевклидовой геометрии. Вы же говорите про треугольники, сумма углов которых равна 180 градусам. А рассматривали вы треугольники другие? Ну да, спасибо за хороший вопрос. Понятно, что могут быть треугольники какие-то странные и на выпуках поверхности. Но на самом деле мы рассматриваем даже объемные треугольники. Ну вот пирамиды — это явно вообще из планиметрии. Ну, что я могу сказать? У нас пока нет свидетельств того... Мы очень плохо представляем, какие именно треугольники существовали на нашей планете. Но ископаемые говорят, что они, может быть, были плоские, а потом добавили себе еще третье измерение и стали пирамидами. Ну вот это только гипотеза. А, простите, существовали ли какие-то другие формы жизни в виде разумных геометрических фигур? Потому что, например, вот эти соляные озера, на которых соль застывает такими шестигранниками, но это совершенно очевидно окаменелость какой-то колониальной разумной формы жизни. Это очень... Знаете, я думаю, что это тема для следующего... Вам точно стоит взаимодействовать. Да, я предлагаю коллегу, давайте... Вы где работаете? В каком институте? Я просто только учусь. Вот, давайте... Мы в будущем, может быть, подумайте, не будет ли это хорошей темой, например, для дипломной работы. Если что, то можем найти коллаборацию и провести совместное исследование. Диссертация по теологии? Да, я как раз защищу к этому моменту. Может быть, я возьму вас в аспирантуру теологическую. Здравствуйте. А вот вы все время называете эти фигуры треугольниками. Мы все-таки живем в трехмерном мире. Скажите, как они выглядят, эти фигуры, в трехмерном мире? Это пирамида с треугольным основанием? Пирамида с четырехугольным основанием? Или это вообще пятигранник, у которого в сечении треугольник? Ну вот, опять же, пока что самая лучшая догадка это то, что они похожи на пирамиды. Но, может быть, они были и плоские, потому что мы видим, что в культурном пласте в нашем и Бермудский треугольник, он вроде как плоским рисует, и знак «Уступи дорогу» он плоский, и треугольник из Gravity Falls плоский. Но, с другой стороны, есть и пирамиды головой люди в нашей культурной традиции. Поэтому, какая из этих двух версий правильно? Были ли эти разумные формы плоские, а просто, например, космические корабли у них были такие трехмерные? Или были они и сами трехмерные? Это вопрос дискуссионный, и я думаю, что нам нужно просто больше данных. Вот вначале Сергей Белков рассказывал про то, как наука развивается, по мере накопления новых данных она меняется. Я думаю, что психогеометрия – это очень новая область научных исследований. Можно сказать, что я вам представил первую работу в этой области. Поэтому, безусловно, лет через двадцать, может быть, через тридцать мы наработаем данных, и, может быть, даже ВАГ признает это вообще как отдельную специальность, и будет отдельно, может быть, не придется еще диссертация по теологии, а будет отдельная теология, и там же будет рядом психогеометрия. То есть вы допускаете, что и наземные формы жизни могли быть двухмерными? Ну, как бы плоские. Тут же бывают, например, морские ежения довольно плоские. Это, по сути, такой кружочек ползает. Ну, некоторые из них, да? Они довольно плоские. То есть не то, что у них вообще не третьего измерения, это же не на бумаге нарисовано, а что они просто плоские были. И вот как в фильме, который я показывал, «Обливиен», там вот этот вот иугольник был, он был достаточно плоский. Не космический корабль, а вот форма жизни, которая в нем существовала. Саш, у меня еще один вопрос, я здесь нахожусь. Был доклад о точке, которая находится у нас на спине, до нее очень тяжело дотянуться. Вот есть такая точка-точка пересечения бисектрис у треугольников, которая наиболее удалена от вершин треугольников. То есть могла ли она как-то использовать для социальной коммуникации этих треугольных форм жизни? Использовали. Слушайте, коллеги, смотрите, у нас здесь зарождается просто. Я предлагаю в следующий раз проводить это все в формате научной конференции. А потом мы соберем у всех отзывы и в большой коллаборации напишем большую статью в Nature. Вот, собственно, мне кажется, что нужно просто добавить немножко фактов про бисектрис, в самом гениальной идее. Так рождается наука. Так рождается. Вы наблюдаете, как рождается, ну, тоже наука. Я думаю, на этом нам стоит... А, ладно, Илья Билов, не могу тебе не дать задать вопрос. Так, на первом ряду, на первом ряду нам нужно... Микрофон на первом ряду. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Александр, а как вы можете прокомментировать? Вот в интернете есть такое известное видео, что если соединить три города между собой, Ростов, Таганрог, Шахты, то получится треугольник. То есть вы предполагаете, коллега, что это тоже отмечает ключевые места, где зарождались, возможно, эти формы жизни? Я не знаю, есть ли в этом... Нет, опять же, а это уже знаете что? Я понял, здесь нужен географ. Вот действительно ли это треугольник? Если есть три точки, то они по определению образуют треугольник. Это как бы вопрос очевидный вроде. Но, может быть, все-таки лучше спросить географа, а то я не специалист, я не знаю. Спасибо за внимание. И давайте вот за вопрос про полигоны, вот самый первый, я книжку подарю. Подарите ко мне, я вот там буду после лекции. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok